Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы поговорим про работы, необходимые провести в саду в августе-сентябре месяце. Август – это очень важное время для нашего сада. С одной стороны, многие растения уже окончили плодоношение, урожай снят и томится в баночках и в ящичках у нас в погребе. С другой стороны, многие культуры только-только созревают. Это ранние летние сорта яблок и груш, это сорта сливы, вовсю плодоносит, созревает наша ароматная алыча. Август – это момент, когда очень важно подготовить растения к зиме. Дело в том, что многие считают, вот я собрал урожай, уехал с дачи, ну и все, пускай деревья отдыхают, сад отдыхает. Но это не совсем правильно, ведь отдав с урожаем часть своих сил, всего того, что они накопили, растения должны эту потерю как-то восполнить. И наша задача помочь им. Помочь их не только подкормкой, но и защитой. Ведь впереди у нас еще часть августа, сентябрь и иногда даже кусочек октября, когда осень выдается такой вот затяжной, мягкой, теплой. Весь этот период растение, здоровое растение, будет фотосинтезировать, готовиться к зиме, накапливать запасы с тем, чтобы весной порадовать нас с хорошим цветением и хорошим урожаем. Итак, сейчас все по порядку. Первые культуры, которые у нас созревают, это, конечно, ягодные клубника, земляника и всем любимая черешня и вишня. Вишню уже давно сняли, и многие, глядя на деревья, видят, что появляются желтые листья. До осени далеко, но на вишнях и даже на черешнях начинается листопад. Это первый признак того, что на дереве завелся кокомикоз, пятнистость. Она вызывает преждевременный листопад и очень серьезно ослабляет наши вишенки. И сейчас, когда на деревьях нет ни одной ягодки, самое время срочно заняться их защитой. Мы проводим опрыскивание фунгицидами, системными фунгицидами. Здесь уже не нужно бояться, что мы повредим как-то плодам, ягодам, их уже нет. Поэтому, используя такие препараты, как Хорус, Скор или Райок, Топаз, Топсин-М или другие доступные вам фунгициды, строго по инструкции, добавляем немножко препаратов от насекомых. Дело в том, что тля в такую погоду, как у нас держится в августе, начинает просто буйствовать, изрядно портя не просто внешний вид, но изрядно портя еще и черенки. Еще один важный момент. Собрав урожай с вишней, мы должны ей компенсировать эти затраты. И обязательно добавляем в баковую смесь удобрения, растворимые, кристаллон эколист, либо какое-либо другое, которым вы пользуетесь, с пониженным содержанием азота. Например, кристаллон коричневый, где азота всего 3%, зато много фосфора и калия, которые подготовят растения к зиме. Они способствуют тому, что ткани быстро древеснеют, что закладываются хорошие, здоровые почки. И в этих почках правильно формируются зачатки будущих цветков, будущего урожая. Обработку обязательно проводим в безветренную погоду. Не забываем о средствах защиты себя и окружающих растений. Если у вас где-то рядышком растут овощи, или растет какое-то другое плодовое дерево, которое еще не созрело, закрываем их, просто набросив пленку, либо лист спонбонда. Потом после обработки вы просто этот спонбонд снимаете или пленку, и экологическая обстановка у вас на участке не страдает. Как поступить со смородиной и крыжовником? Мы все помним такую болезнь, которая изрядно портит и аппетит, и урожай, как мучнистая роса крыжовника. К сожалению, она появилась и на черной смородине. И сейчас, когда ни на крыжовнике, ни на смородине нету ягод, нужно побороться и с этими болезнями. Препараты можно использовать те же самые, но при борьбе с мучнистой росой все-таки упор нужно делать на такой препарат, как топаз, пинкацеп, либо, если вы приверженец более экологических методов защиты, коллоидная сера или другие ее препараты. Обрабатываем очень тщательно. Я бы обратила внимание на препараты коллоидной серы. Дело в том, что на смородине есть такой вредитель, как клещ. Клещ почковый, листовой, ребристый. И сера, она не просто фунгицид, она еще хорошее средство от клещей. Плюс, довольно-таки экологически чистая. Для борьбы с мучнистой росой на крыжовнике следует использовать не коллоидную серу, к которой он очень чувствителен, а другие препараты, типа топаза, топсина, пинкацеба или ридамила. Они хорошо снимают инфекцию. Более того, эти же препараты хорошо справляются с другими листовыми пятнистостями, которые вызывают просто осыпание листьев. Например, антракноз крыжовника. Я думаю, в этом году многие столкнулись с тем, что кусты стоят лысые, и только на кончиках побегов видно немножко листьев. Это все работа антракноза. Так вот, обработка топазом поможет существенно уменьшить поражение листьев этой болезнью и сохранить здоровье тех, которые еще не успели поразиться. И опять же, не забываем про подкормки. Мы должны компенсировать растению его затраты на урожай. И полив. В некоторых регионах дожди идут часто, и почва достаточно насыщена влагой. Но есть регионы, где дожди – это редкость, либо почва очень сухая, супещаная, где влага уходит быстро. Сейчас перед зимовкой очень важно поддерживать растения. Кстати, замечено, что растения, которые страдают от засухи, гораздо легче поражаются различного рода болезнями и вредителями. У них снижается иммунитет. Клубника. Еще одна наша самая любимая ягода. Она уже отплодоносила. Она активно бросает усы. И сейчас мы тоже должны о ней позаботиться, если хотим иметь здоровые кусты и хороший урожай на будущий год. Обязательно удаляем все больные листья, проводим подкормку и обработку. В первую очередь не только от листовых пятнистостей, но и от земляничного клеща, который вызывает образование уродливых ягод и морщинистые листья. Именно сейчас, когда на ней нет урожая, мы можем спокойно провести обработку окарицидами, разрешенными, и фунгицидами от различных листовых пятнистостей. Нормируем усы, если мы продолжаем размножать ее самостоятельно, либо удаляем их, чтобы растение не тратило свои силы на закладку новых усов. А чтобы тратило эти силы лучше на закладку новых цветков. Для всех растений лучшим способом внесения минеральных утопрений является внекорневой. Так макро- и микроэлементы поступают сразу туда, куда нужно, в лист. Главное правило при подкормке всех без исключения растений во второй половине лета, в сентябре, это использование комплексных удобрений с пониженным содержанием азота. Сейчас главная задача всех, неважно кто это, яблоня, груша, вишня, смородина или клубника, подготовиться к зимовке. Остановить рост. Остановить рост, сдержать его и заняться тем, что укреплять свой организм, образно говоря, при помощи фосфора, калия и нужных микроэлементов, которые действуют как витамины. Если же лист опал, вот многие говорят, что как поступить с крыжовником, если у него осыпался весь лист или смородина, у которой тоже почти весь лист осыпался из антракноза. В таком случае мы делаем упор на внесение удобрений при помощи полива под корень. Предварительно почву немножко рыхлим, делаем бороздки, чтобы не растекался рабочий раствор и поливаем из расчета, в зависимости от размера растений, на маленькие от полуведра до большие, до ведра двух ведер, разведенного согласно инструкции удобрения. После чего обязательно почву мульчируем. Это может быть компост, это может быть торфокрошка, это может быть измельченная мелкая травка от покоса газонов. Главное, стараемся, чтобы эта травка в таком случае не прилегала к корневой шейке. Иначе она начинает отсыревать и может легко заболеть каким-нибудь грибковым заплеванием. Осеннее, зимнее и позднезимнее сорта яблок и груш Сейчас необходимо защитить от парши, от плодовой гнили и от насекомых вредителей, которые могут существенно подорвать наши планы на урожай. Для этого можно использовать такие препараты, как Топаз, Хорус, Скор, Райок, Топсин-М, Луна-Экспириенс или Луна-Транквилити. Все они очень хорошо справляются с этим зловредным грибком и еще большим набором прочих возбудителей болезней, которые вызывают листовые пятнистости. Они сохранят не только здоровье вашего урожая, но и здоровье дерева в целом, помогут накопить ему побольше сил к будущему сезону и прекрасно перенести зимний период. На летних сортах яблок и груш можно использовать биопрепараты, такие как фрутин, экосат, экосил, бактоген, бактофит, фитоспорин-М. Для борьбы с насекомыми, а именно с плодожоркой и различного рода пилильщиками, совками, можно использовать такой препарат, как липидоцит или бетоксибацилин. Они абсолютно безвредны для человека, для животных, для окружающей среды, но и действуют точно, определенно на эти виды вредителей, не нанося ущерба всем остальным. Более того, обработка таким препаратом, как фрутин или аллерин-Б, экосат, помогает сохранить яблоки и при закладке на хранение. Кстати, маленький секрет. Если вы обработаете тем же фрутином или окосатом, аллерином-Б, яблоки трехкратно с интервалом в неделю, причем последняя обработка за три дня до съема, и закладки на хранение, это существенно уменьшит заболевание яблок гнилями уже в хранилище и сохранит как можно больше яблок для вас. На осенних, зимних и позднезимних сортах яблок и груш сейчас очень актуально провести еще одну подкормку. Внекорневую. Для этого можно использовать кристаллон красный либо кристаллон коричневый с пониженным содержанием азота. Это приводит к тому, что побеги у яблони быстро деревеснеют, оканчивают рост и закладывают хорошие почки, в которых уже потом сформируются цветы и наш будущий урожай. Те же мероприятия по защите летних сортов яблони груш актуальны и для сортов сливы и алычи. То есть это биопрепараты в первую очередь, это биопрепараты для защиты от насекомых в первую очередь, такие как липидоцит от плодожорки, которая портит сливу, и битоксибацилин от прочих вредителей. После того, как вы сняли со сливы и алычи урожай, не поленитесь, сразу же проведите небольшую санитарную обработку. Часто на деревьях остаются засохшие плоды. Их убираем и уничтожаем, ведь они рассеивают споры и могут заразить таким образом еще созревающие плоды на яблонях, на грушах, на поздних сливах. Обязательно убираем всю падалицу, которая лежит под деревьями. Ведь не секрет, что одна личинка плодожорки способна испортить не одно, а два-три яблока, пока она дорастет до состояния, что пора идти на окукливание. Поэтому возьмите себя за правило собирать падалицу два раза в день, утром и вечером, если у вас есть такая возможность. И обязательно закапывать ее на глубину не менее 20-30 сантиметров. В таком случае ни одна личинка плодожорки гарантированно наружу не выйдет. А вы заметно сократите количество этого вредителя у вас в саду. И небольшой маленький такой совет. Одними из самых экологически чистых способов борьбы с насекомыми вредителями является привлечение в наш сад различных птиц. Но они прилетают в сад в том случае, если они чувствуют себя в нем безопасно. Если у них здесь есть все ресурсы для жизни, то есть место для гнездования, место, где можно попить. Поэтому установите у себя в саду небольшую поилку для птиц, так, чтобы до нее не могли добраться кошки. Подготовьте на следующий год для птиц маленькие домики. Особенно обратите внимание на синичники, в которых селятся не только синички, но и различные мухоловки, славки, пеночки, для которых это будет прекрасным поводом задержаться у вас в саду и собирать, собирать, собирать насекомых вредителей. Ведь все птицы выкармливают своих птенцов только насекомыми. Ни зернышками, ни травкой, ничем другим. На этом небольшой рассказ о основных работах в августе в наших садах закончен. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши ролики. Мы ждем вас, нас в гостях. С вами была Юлия Кондратенок. Процветания вам и вашему саду.